Вы по сути, на самом деле, все равно им не вводите, потому что если сервис закроется, то все ownership, в принципе, такого понятия, особенно в цифровых носителей, не будет. Я думаю, что никто не читал лицензионные соглашения Steam. Там написано, что вы покупаете не игры, а покупаете лицензии на их использование. Я считаю, что начинание с цифровой арендой игр — это бест. Ну нахуй они мне нужны, ну они ста...